Вот ты знаешь, что сегодня все-таки, хоть день-то обыкновенный, но небольшой праздник все же имеется. Какой? Расскажи, Саша, интересно. У наших коллег телеканала Милет сегодня день рождения. Мы, конечно же, этот факт не могли оставить без внимания. И наши корреспонденты сделали специальный репортаж о том, как же празднуют наши коллеги свой день рождения, и вообще, чем же они занимаются. Об этом в сюжете Серая Обляева. Новое освещение, декорация, аппаратура по последнему слову техники. И именно в этой студии создаются национальные проекты первого государственного телеканала Милет, который в этом году отмечает свой четвертый день рождения. Секунды до прямого эфира в режиме реального времени и высокой четкости. Уже четыре года Милет рассказывает о последних новостях Крыма. Моток! Селяму алейкум, эфир Деха Берлер, студия Доменфа, тьме Сейдамитова, Чалышан. Терабайты от снятого материала, сотни новых проектов. И неизвестно сколько потраченных нервов на прямых эфирах. Телеканал Милет в переводе «Народ» вещает 24 часа в сутки и знакомит телезрителей с культурой и обучениями крымских татар. Мы стараемся сделать качественный, интересный продукт. Двигаемся вперед, запускаем новые проекты, расширяем зоны своего вещания. Оперативно, качественно и честно. Новости телеканала Милет Хаберлер всегда в эпицентре событий. За четыре года коллектив рассказал о многом. О политике, культуре, спорте, социальной сфере. Но главное, в каждом выпуске зритель узнает о проблемах крымско-татарского народа и пути их решения. Мы каждый день знакомимся с новыми людьми, посещаем очень много интересных мест. Это как форумы, конференции. То есть мы можем узнать что-то за закрытыми дверями, которые обычный человек никогда не узнает. Новости выходят каждые два часа на крымско-татарском и русском языках. Эльма Саблякимова – самый молодой сотрудник редакции новостей. Ей всего 19 лет. Но она уже поняла, что телевидение – командная работа журналиста, оператора, монтажера и режиссера. Для меня коллектив – это, скорее всего, такой слаженный механизм, как часы. Потому что если там выпадает какая-то шестеренка, то уже что-то не то. У нас постоянно идет какая-то работа. И мы только вот так вот слаженно можем выдать хороший материал. Только работаем вместе. Котенок по имени Гав, Алиса в стране чудес, фиксики и многие другие. Герои любимых мультфильмов и художественных фильмов. Заговорили на крымско-татарском языке. Работа по переводу и озвучке очень сложная. Но именно этот контент привлекает больше всего зрителей. Мультики помогают детям выучить язык, общаться хорошо. На самом деле мы очень много уже перевели. И фильмов, мультфильмов, мультсериалов. Там список большой, я уже не могу точно сказать. Четыре года – это только начало. Телеканал «Первый Крымский» желает коллегам ярких проектов и творческих достижений. Всеаре Абляева, Иван Ковалев. Утро нового дня.